Прикол! Слушайте, ну это прикольно. Как будто, знаешь, астрал это астрал. Такой хлоп. Подожди, а зачем ты выключил свет? Всем приветики, рада видеть вас на моем канале Телекоплей. Сегодня мы с вами поиграем в хоррор, так что самое время закрыть шторы или выключить свет. В общем, что там у вас? Он называется The Renovator Origins. Игру делал один человек на протяжении, если я правильно помню, четырех лет. Поэтому хочется посмотреть, что там у человека получилось, хочется человека поддержать. Так что давайте посмотрим, что это такое и с чем его едят. Начинаем играть с вами, конечно же. Свечи в игре со временем могут потухнуть. Замечательно, спасибо, Заюж, спасибо. Опачки. Так, я мужчина. Любимая. Любимая моя солнышко лесное. Слушайте, ну, выглядит красиво, выглядит дооборотно. Значит, я так понимаю, мы будем забирать в SD этап инвентаж и в бег, действие, взаимодействие. Все понятно? Я так понимаю, что мы, наверное, какой-то сын. Вот. И этот сын пришел, наверное, в батину мастерскую. Забирать что-то. Не забыть. Иногда герой будет записывать заметки в волокно, чтобы посмотреть. Нажмите G. Ок. Хорошо, накладная о доставке. Картина, граммофон, картина. Ну, короче, ладно. Не прям, чтобы интересно. Играть нельзя на пианинке. А жаль, а жаль. Ну, что могу сказать? Пока симпатично выглядит. Посмотрим, что тут у нас будет за монстр. Дружный коллектив отца на прошлой работе. Он проработал 20 лет в музее искусств, после чего открыл мастерскую по реставрации. Вот, видишь, я так и сказала, что, скорее всего, наш батек потек. Забираем себе плоскогубцы. Давай их возьмем. Мне кажется, пригодятся, не? Ну, мы с вами запомним. А, очечья. О, ключ. Ключ забираем. Больше ничего, да, не можем здесь взять? Ну, хорошо. Винишко. Винишко тянут. Ля. Ну, я так понимаю, мы открываем вот какую-то из этих дверей. Опа. Ух ты. Неплохо жил наш батя, хочу сказать. Давно я здесь не был. В детстве я проводил здесь много времени. А, он озвучивает. Ну, мы привыкли сами читать. Мы не гордые. Мы можем сами со что прочитать. А что у него тут произошло? Он помер? Надеюсь, полиция ничего не заметит. Да, они такие слепые. Кто трогал ленту? Старая спичечная коробка. Немного отсырел, но, возможно, пригодится. Давай ее заберем, конечно же. Отец подарил мне, когда я была еще совсем маленькой. Приятно, что он сохранил ее. Заберем на память. Паровозик. Дыр-дыр-дыр. А в трубе 13 дыр. Расписание моего отца. Как будто мы его личный дневник читаем. Картинки. Чтобы лучше рассмотреть объекты и увидеть, что находится вдали, нажмите ПКМ. Ну, мы и смотрим. Здесь ты можешь сохранить свой игровой прогресс, нажав на нужную кнопку. Ну, я не могу сказать, что у меня прям есть какой-то прогресс. Что это такое? Забрал какую-то фигнюшку. Наручные часы. Это подарок отцу музея на юбилей. Угу. А, вот, запись. Все, я сохранилась вроде бы как, да? Прикольно, кстати, сделано. Старый фотоальбом нашей семьи. Вот только фотографий отца здесь нет. Он говорит, что с детства не любил фотографироваться. Лох получается. Часть дневника отца. Он вел его еще с детства. Прочитать. Телефонные номера. Светлана, Виталий, Алексей, Крущики, код от сейфа 19. Ага. Код от сейфа 19. 19, но это не все же. Куколка. Короче, я собираю кучу всякого говна. Потому что я могу. Спички тоже я беру. Кассета. Надеюсь, это была не одна из тех вас, которых больше сотни лет. Да, не надо было разбивать вазочку. Папа потом нас накажет с тобой. Код от сейфа 19. О, свет включается. Это хорошо. А что-нибудь можно тут еще взять? Мне так понравилось, что я могу брать всякие игрушечки с собой. Ну, я так понимаю, нам надо идти дальше. Первые цифры от сейфа это 19. Я сейчас их себе на всякий случай запишу. Все, записала. 19. Я включил свет. Не поддается. В смысле не поддается? Значит, надо сделать так, чтобы поддалось. Ох, какое зеркало. Слушайте, мне кажется, это проклятое... Слушайте, это точно проклятое зеркало. Часть дневника отца. Он вел его еще с детства. Памятник черту. Я все записываю. Дневник с детства. Но я потерял часть страницы с паролем от сейфа. Уже собирался вызвать мастера. Но потом, проходя возле телескопа, вспомнишь. Часть кода соподается с номером дома соседа, за которым я наблюдаю. Ага. Ага. Музыка выключилась. Это напряжение какое-то. Давайте посмотрим. Номер соседа и его дома. 57. Отлично. 19, 57. А что там сосед делает? Ну-ка. 14, 02. Соседушка. Сидит такой, Гена Букин. Что, можно еще на кого-нибудь посмотреть? Может быть, здесь какая-то скрытая ачивка? Типа, найди демона. Нет? Ладно, хорошо. У меня есть пароль. Почему отец наблюдал за этим человеком? Влюбился, Заюш. Понравилось ему. А вот он, кстати, и сейф. Мы его с вами сразу запалили. Давайте. Значит, 19. 19, 57. Опять какой-то ключ. Я так понимаю, это ключ от следующего помещения, да? А что мы вообще должны тут забрать? Найти 4 памятных предмета отца. Я нашел только один. Это куколка, да? Угу. Ну, ладно. Ой. Что-то тут у бати как-то не очень. Что-то здесь произошло. Ой, нифига себе, у меня тень какая страшная. А можно как-то... Заклинило. Кажется, я видел кусачки в кабинете отца. Возможно, я смогу перекусить замок. А что ж ты сразу их не взял? Я сказала, возьми кусачки сразу. Вот сразу. Почему нельзя было их взять? Я устаю. Возьми сразу эти сраные кусачки. Кажется, все вещи собраны. Можно ехать домой. Серьезно? Покинуть мастерскую? Не-не-не-не-не, подожди. Я хочу посмотреть, что лежит в сундуке. В смысле все вещи собраны? Ты еще не все собрал. Ты мне тут, пожалуйста, давай не звезди. У нас тут вот еще сундук. Ну. Использовать. А, вот так. А, вот так. Боже. Если предмет находится очень низко, вы можете посесть, чтобы даже достать его. И что здесь у нас? Старая потрепанная камера. Угу. Спичечки. Это что? Еще одна камера. Слушайте, папа очень любил фотографировать, хочу вам сказать. А, вот записка. В последнее время меня завалили работы, и будто все снова начали интересоваться искусством. Последний заказ – это реставрация граммофона, картины, флейлист, старого трюма и глобуса. И все это надо успеть к выставке, которая состоится через 6 месяцев. Каждому экспонату прилагается посинительная записка. Но я потерял эту бумажку. Но что мне запомнилось, так это то, что с каждым экспонатом было что-то не так. Да, буква Ю? А что, зачем мы поднимаемся сейчас? Нам же сказали просто уйти отсюда. Не, ну вряд ли мы сейчас в темноте тут что-то сможем, поэтому давайте попробуем уйти. Раз наш герой сказал свалить, мы попробуем свалить. Да? Не, ну пока, пока ничего страшного. Пока все очень даже-таки неплохо. Но мы на всякий случай сохранимся, мало ли там что пойдет через жопу, правильно? Как бы, пока не страшно. А дверь-то закрыта, наверное, да? А все, не выйдешь. А все. А теперь она закрыта. Показалось или что-то врезалось в окно? Это птица. Нехорошая примета. Нехорошая, когда птица врезается в окно к покойнику. Ты уже собрал вещи? Да, но кто-то решил подшутить и запер входную дверь. Стой, а разве у тебя нет ключа? Нет. Когда профессор Яновский пригласил меня забрать вещи, он сказал, что дверь будет открыта. Что? Ты шутишь, да? Яновский умер два года назад. Алло? Алло? Вот черт. А все. А раньше надо было. Тогда кто пригласил меня сюда? Кто-то? Кто-то интересный. Сущность в виде гномика. А может и не гномика. Слушайте, нам нужен какой-то свет или что-то типа того. Но проблема в том, что я не вижу нигде никакой лампы. Найти другой способ покинуть мастерскую. Ну, я так понимаю, через чердак. А мы не можем взять с собой, например, вот эту свечку? Жалко, потому что, мне кажется, бы свечка нам бы пригодилась. А можем использовать? Ну, я так понимаю, надо на чердак. Просто как нам там ходить на этом чердаке? Либо я где-то не увидела фонарик. Либо тут подразумевается, что мы должны с вами идти на свет. О, записка. Детский сонок отца. Он никогда не рассказывал, почему рисовал их. Нравилась пацану техника. Это свечка? О, хорош. О! Та самая игрушка с детства моего отца. Мне до сих пор мурашки от нее. Ой, они такие звуки прикольные издавали всегда. Ну, хорошо. Я подожгла первую свечку. Я вижу вторую свечку. Еще спичечки. Ладно, худо-бедно не спеша. Мы дойдем сейчас, господа. Почему туда нельзя зайти? Эй! А, это с другой стороны. Слушайте, ну в этом что-то есть? Ох, какая маска, ёпта. Что это? Возьмем. Пригодится. Черт, вы вороны. Да ладно, не сын. Обычно на чердаке живут. Нет пленки. Это что такое? Похоже на камень из какого-то кольца. Ну, мы заберем. Мало ли что пригодится, правильно? Наверное, кто делал эту игру. Так. Готов поклясться. Я тоже видел этот экспонат. Это было похоже на дежавю. Как только вы освободили из короба, по комнате пошел холод. Я заметил даже грузчики, которые уже через одну минуту в спешке покинули мою мастерскую. Оставь меня наедине с этим чувством. Это все чуть-чуть чувства. Ну и как нам выйти отсюда? То есть, мы с вами выйдем как-то через то, как мы вошли. То есть, будем выламывать дверь. Ну, хорошо. А я думала, мы в окно полезем сейчас, если честно. Пока ничего не предвещает беды. Знаю, что бояться. Понабрали всяких колец. И прочих. Давай попробуем выломать. Некуда применить. Почему? Ну так, ты возьми. Некуда применить. Я смогу им что-то отпереть. А что мы можем им отпереть? Так, а что это с соседушкой? Соседушку что-то жмыхнуло. Вы видели? Соседушку-то что-то как-то... А я знала, что с соседушкой что-то не так. Вот почему за ним наблюдают. Смотри, он там что-то... У него там какие-то бабочки в животе летают. И у него время, а не двигается. Так, ну мы запомнили, что соседушка сходит с ума потихонечку. Интересный соседушка у нас. Слушайте, я, пожалуй, сохранюсь. Что-то как-то чувствую себя некомфортно. Я немножко не понимаю, что нам нужно сейчас сделать с вами. А-а-а! Точняк! Я забыла, что... Боже, у нас же тут был этот самый... Подвал какой-то или что это? Такая подпалица какая-то. Ух ты! Что мы серьезно пойдем с вами сейчас в подвал какой-то? Не самая лучшая идея, Заюз! Не самая лучшая. Что это такое? Канистра, керосин. О, у нас сейчас появится лампа. Лампа была бы вообще к этому. Старая пленка. Почему отец держал ее в подвале? Захотел так человек. Не поддается. Естественно. Естественно, не поддается. Опа. Опа! Странно, в здании же никого не было. Это соседушка. Слушайте, я поняла, что нам сейчас надо сделать. Нам сейчас, скорее всего, нужно вставить пленку в фотик, который был там наверху, что-то посмотреть. Скорее всего, там будет, типа, ключ или что-то, типа того. И мы потом сможем с вами открыть ту дверь. Я думаю, что примерно такой вот у нас с вами. Пайп. Так, а что это тут потухла свечка? Нет пленки. Так, у меня есть пленка. Чтобы найти странную вещь на фотографии, держи мышь над этим неподвижно 2 секунды. Вот странная фотография. Ты видишь? Старые батьки на фотографии. Его преследовала некая сущность. Тогда понятно, почему Патя не любил фотографироваться. А здесь что? Нормальная фотка. Нет, значит, что-то здесь не так. А что не так? А-а-а! Нифига! Вот, рука! Какую ты видела? Ну-ка, подожди, какую картину ты видела? Это не это. Это не это. Во! Женщина, да? Хорошо. Ну, все. Что-то преследовало батю. Так, какого хрена они потухли? Мне не нравится, что они потухли. Я чувствую неуютно, когда я остаюсь в темноте. И теперь я знаю, что за мной ходит что-то демоническое. Так, нам нужна женщина. Найти картину с фотографией отца. Подождите, я хочу сначала посмотреть, что там сосед. Сосед все так же. Картину с фотографией отца. Ну, вот она, вот эта вот женщина, разве нет? Или там какая-то другая была картина, может быть? Мне кажется, как будто бы все то. А, вот. Вот эта женщина? Именно эту картину я видел на несколько фотографий отца. Она досталась ему от деда. Опа, ключ. От чего ключ? А, ключ от подвала. Все-все-все-все-все-все. О! Что ты тут делаешь? Это что за пацан? А он, наверное, не настоящий. Не настоящий пацан. Слушайте, ну меня пока не пугает. Но мне интересно. Мне интересно следить за этой историей. Ну, может быть, и хорошо, что не пугает. Не хотелось бы получить легкий приступ. Ну, идем сюда. Можно как-то? Во! Я прошла. В темноте, ну прошла. Хорошо. Не, ну это совсем не круто. Нам нужно что-то такое. Старый растяпый. Я уже думал, потерял семейную реликвию, кольцо. Отец говорил, что это кольцо помогало ему в трудные моменты принять решение. Он говорил, что оно связано с памятными предметами из детства. Я сохранил его только камень. Внутри кольца отпал. Как только восстановлю, сразу же передам его сыну. А может быть, сыну не надо? Может быть, сыну такое не польщает? Так, а подожди. Ну, я сейчас в темноте тут ничего вообще не сделаю. Так, мы пошли сюда. Это шкаф. Ну, это... Прикол. Слушайте, ну это прикольно. Как будто, знаешь, астрал это астрал. Такой хлоп. Подожди, а... Зачем ты выключил свет? Слышь? Не-не-не-не-не, подожди. Мы так не сможем. Нам нужно найти где-то, чем светить. Я сейчас вообще не выйду отсюда. Судя по всему. Подожди, а как мне найти семейное кольцо? Ну, оно, скорее всего, в шкафу. Как я вот сейчас буду по темноте ходить? Ох, господи, ребята. Я такая слепая. Керосиновая лампа оказывается на полу. Все это время лежит. Вот она. Не, ну просто. Ну, такая я, конечно, кукозья. Давайте, значит, использовать. Полезли. А я думаю, что ж такое. Ну, должна же быть лампа. Где она лежит? А я, знаете, не догадался посмотреть на пол. Я еще подумала, ну, мусор какой-то, батькин, лежит. И все. А оказывается, вон оно еще. Все. А теперь у меня есть свет. Ёшки-матрешки. Ой, так как будто, вы знаете, страшнее стало. В моей профессии в это верить не положено, но я столкнулся с необъяснимым для себя после последней поставки. На шестой день начал слышать игру на флейте. Это лишь одна из странностей. С экспонатов слетает ткань. Свет начал мерцать, хотя ремонт зданий проводили в прошлом году. И самое странное, начал вспоминать моменты из детства, которые пугают меня, как ребенка. Ну, что сказать. Да, чувствую. Может, батя умер все-таки от демонической всякой сущности? Слушайте, как будто бы без света было бы... Было как-то, да, вот по... Мне больше нравилось без этой лампы. С этой лампы у меня повышается тревожность. И что тут у нас? О, тут самое кольцо. Детский рисунок отца. Посвети фонарикам. Очень старое семейное кольцо. Я думаю, нам надо сделать комбинировать. О, сука. Ты че? Фонарик он показал. Че делать дальше? Ладно, пойдем. В трудный момент кольцо поможет вам найти путь. Оно начнет светиться, когда нужный предмет будет рядом. Нажмите, чтобы брать кольцо. Ага. Кажется, я видел детские вещи отца на чердаке. Хорошо. Найти предмет из детства отца на чердаке. Слушай, батек что-то у меня вообще какой-то везде пораскидал свои вещи. Слушайте, я прям что-то начала некомфортно чувствовать. Как взяла в руки эту лампу, у меня прям какое-то, знаете, вот некомфортное чувство появилось. Что-то какая-то тревога нарастается. Все, походу, на меня начал действовать хоррор. Вот чего нам не хватало. Лампы. С лампой все стало хуже. Чувство безысходности. Я, пожалуй, сохранюсь. И на сегодня закончу. А мы там с вами посмотрим тогда в следующей серии, как это что будет разгоняться. Надеюсь, что вам интересно. Не забывайте подписываться на каналчик, поддерживать лайком. Скоро с вами увидимся. Всем пока.